всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 29 апреля очень много комментариев потому что много новых тем за последние дни сейчас быстро прочитаю комментарии в этом году из-за того что погода вся переменилась и большинство комментариев то вот про то что как вы думаете можно высаживать в теплицу пора или не пора я сама в таком же как бы положение я в шоке от всей этой перемены погоды и вот сегодня прочитала сейчас пройдемся если есть такие серьезные вопросы я конечно более длинну как распространенный ответ буду давать если нет ну если такие попростенькие да или нет но больше всего конечно про погоду вот пишет марина даже в теплицу пока боюсь высаживать хожу в шапке кашу цветущие одуванчики все приметы перемешались это как раз к тому видео которое я сняла можно ли верить народные приметы вот по народным приметам и одуванчик уже расцвел казалось бы грунт теплый и на березе у нас листья большие черемуха цветает все приметы говорят что высаживай но почему-то в глубине души мне кажется что в мае еще природа нас как ну короче испытания нам подкинет еще наверно будет много всяких таких вот ольга родик пишет ничего не говорите насчет погоды такого еще не было я вчера сорвала два помидора с подкидыша вырос поспел за два месяца кто-то уже и помидоры даже есть вот анечка спрашивает можно ли катю розовую сажать два корня я не знаю у меня такого сорта если честно ни разу не было я высажу в два корня все кроме особо кустистых я вот рассказывала таких как петруша огородник вот дамский пальчик он немножко больше расстояние ему нужно вот вот про эту опять сегодня вот я не знаю зрители чё дети сегодня я показывала как мы распаковывали вот эту чудо теплицу я сейчас прочитала комментарии я конечно в шоке как будет тщательно следят за всем за каждый сейчас я и сейчас если найду прочитаем так 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 а вот пишет дачница у дачница разочарование после прочитанных комментариев ольги павловна я одна из самых преданных зрителей канала вы мне просто плюнули в лицо своей ложью очень жаль я радовалась что у вас реклама вы мне просто солгали как и всем зрителям ужасно это реально не ожидала от вас будет мне уроком не разбираюсь видно в людях столько такой эмоциональный комментарий видно правду писали те кого удаляли называли мошенниками еще один зритель перешел на сторону мошенников даже те кто не очень разбираются знают что рекламная ссылка в описании под видео это непростая ссылка удачи вам и больше денег ведь это главное для вас но я тут коротко написала что вы же ничего не знаете в действительности купила сама потом ко мне обратилась представители компании сейчас вот например расскажу подробно но рассказываю конечно это последний раз я думаю ну вот вообще никого это не касается да действительно я купила эту чудо теплицу и когда помните говорила что нету 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 потом я позвонила когда в этот агроном и сказала вот мне нужно уже съемку делать я вообще-то заказала жду и когда они узнали что вот у меня тоже есть не знали они обо мне ничего не такой уж я крупный блогер они сказали ну а мы вообще-то при ну такие даем крупным блогерам для обзоров все я буду но я уже купила но я им сказала это конечно все основано на землячестве если бы они были с другой страны или из москвы никаких бы конечно поблажек не было я говорю я так и так все что я в огороде устанавливаю все что я делаю я говорю я так и так все 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 делаю обзоры я говорю и ваша теплица все равно будет обзор я говорю я в конце сезона сделаю вам если понравится сделаю хороший рекламный обзор я говорю ну дадите мне потом черные агроткани ну вот на том сошлись девушка попросила вы можете нашу ссылку вставить чтобы ваши зрители к нам переходили я груда конечно и еще раз говорю это просто потому что наши алтайские у нас не так много алтайских производителей известных по всей россии мне хочется земляков поддержать я не видела в этом никакой проблемы и никакого труда что их ссылку я вставлю у себя в видео но вот оказалось что я тут и вруши и мошенницы и все на свете но как хотите так и думайте я вот так вот смотрите я написала я все равно любом случае буду делать если она мне понравится в конце лета сделаю рекламный обзор они мне дадут черная агроткань но это если это так вот написала я ссылку разместила по их просьбу потому что мне мне это не жалко мне это ничего не стоит потому что они мои земляки является это рекламой или нет я даже не задумывалась и не задумываюсь сейчас и мне это все равно вот думайте что хотите для меня вот в данном случае пока это обзор моей покупки если эта покупка мне понравится я с удовольствием сделаю осенью рекламный обзор но если мне не понравится я не буду делать потому что я ничем не связана а то что я ссылку вставила я считаю это просто такая как услуга помощь моим землякам ну и что если люди будут переходить на этот сайт и будут узнавать что есть на алтае вот такой такая как фирма или как она называется предприятие агроном да это же очень хорошо я считаю что я не сделала ничего плохого и вот такие вот обрушились там вообще один мужчина да ты брехушка да ты врушка думайте что хотите захотела разместила если захочу я им и рекламу сделаю но это конечно в том случае если мне это чудо теплица понравится все а знаете как в начале как бывает я когда заказываю мы когда на сайте заказываем никто же не знает какой человек берет какой покупает просто заказала и купила когда уже потом я сама лично позвонила и когда начала с них требовать мне нужно скорее видео съемка они тогда и узнали у нас поэтому априори вот до этого не мог никак состояться вот этот контакт до этого но я уже не буду никому ничего объяснить если честно надоело тратить на это время я взрослый человек я делаю что хочу захотела разместить ссылку разместила вот завтра не буду размещать чтобы успокоить таких как это с подвижной психикой людей раз их это нервирует буду просто значит делать обзор от своего имени и все хотя ничего плохого я не вижу и в первом варианте вот про шиповник про рябину все говорят что когда шиповник цветет и рябина тогда можно но у нас к сожалению нет у меня в ближайшем насколько там на расстоянии нет ни шиповника не рябину ой вот татьяна татьяна пишет кстати не по теме тетеньки которые ходят как на работу ставить дизлайки они тоже поднимают рейтинг просмотра я вот с этими вообще не разбираюсь дизлайками и с лайками если честно я смотрю вот только комментарий тут ничего не видно так у вас черемуха цветет а вот лилия вальтер кстати спрашиваю это дает совет как колени беречь вот когда на коленях ползаешь на четвереньках это же очень удобная поза во-первых она не при но я говорила не напряжена спина вообще врачи рекомендуют пожилым что лучше вот на корточке сесть чем в наклон и вот кому интересно прочитают как колени так это вот все про затирку до одна женщина вообще написала это ужас так ползать так это хорошо чтобы вот в таком возрасте 60 70 может даже 80 что мы способны еще одно такие движения до полазить поползать и это правильно кто-то там написал что это что это гимнастика своеобразная конечно коленки нужно беречь но у нас вот здесь земля она теплой хотел сказать теплая мягкая в теплице мне не больно я конечно одеваю какие-то голыми не лазаю одеваю специально штаны так тут пишут что плоскорезом делают так вот кстати по моему вот эта зрительница пишет как хорошо что производители указали облегчили участь интересующимся людям я помню себя как много время сил потратила в поисках чудо-теплицы она пишет что он у нее она стоит шестой год и вот видите зрители благодарны что я сразу указала производители и люди не заморачиваются не смотрят реклама это или не реклама если человеку нужна информация право выбора все равно остается потом за покупателем покупателей нет так вот пропорции бора вот смотрите пишите пропорции бора сегодня только что было видео первая обработка бурная я сегодня делала два с половиной грамма на пять литров воды но пропорции разные вот на этой же пачке у меня указано 10 грамм на 10 литров это то есть 5 грамм на 5 литров я чуть уменьшила некоторые люди где-то читали даже 20 грамм есть на 10 литров всякие разные все-таки если вы как или впервые или только начинаете борное опрыскивание не делайте большую концентрацию у некоторых не знаю правда это или нет у некоторых говорят что сгорают цветочки но я ни разу не сжигала а вот кстати я как раз сегодня сказала что у нас буря вот пишет ольга башкова мои стаканчики отлетали в коробочке стоит в тишине вовремя собрала у нас сегодня такой ураган я вам сейчас кусочек даже покажу у нас погода началось светоприставление помните утром показывала стояла у нас плюс 28 градусов штормовой ветер и вот эта береза я сейчас пошла соседям говорить она трепет электрические провода летят искры вчера уже был один пожар в диске очень опасная погода мчс разослали предупредительные о пожароопасности вот эти вот эсэмэски нам страшное дело сейчас нужно скорее закрыть все теплицы и убегать домой у нас по огороду все летает все что не прикреплено вот такую погоду я как раз и не люблю сходила соседи предупредила они сидят в доме даже не видят что те искры от проводов прямо на машины на их не падают и пока я там ходила ходила у меня тут все по вылетела эти вот видите где бетонные вот эти поребрики они намертво держат а где просто дуги или укрытие это вот нужно все чем-то фиксировать иначе температура то как сказать не это не холодная просто эта тряпка она будет вот так трепаться она побьет все помидоры вот сейчас буду закрывать теплицы убирать все что можно там от ветра спасать где ветра нет вот и тепло казалось бы а тоже работы полно скорее всего этот ветер нам надует холод вот кто-то написал спасибо за совет очень хорошо что подытоживаете видео то есть повторяю выделяю самые главные моменты кто-то пишет не нужно повторять два раза ой сколько все-таки разных много зрителей и каждый хочет чтобы видеоролик был построен и именно под его запросы кому-то именно коротко кому-то подлиннее поподробнее так вот про руку тоже рука хорошо чует что рукой люди измеряя температуру грунта а там зрительница вчера одна написала когда про мужика то говорили она готова у меня бабка так температура проверяла садилась раскапывала ямочку и садилась прямо в землю только горит она не голая была а в юбочке в юбке значит это все таки это ну такой метод наверное распространенный был раньше вот про уральскую усадьбу очень приятно что производители про просчитали все нюансы это вот к видео которые вот у меня мужики же собирают за каждый день хожу смотрю все еще не собрали но уже идет к финишу представьте неделю собираем теплицу то она оказалась такая как ну много там всяких прибамбасов и вот про эту уральскую теплицу тоже точно так же как про чудо тепличку писали кто-то но я их даже помню удалила что это все реклама это все ну кто кто будет дарить теплицу неизвестному такому как я маленькому мелкому блогеру стоимости почти по 100 тысяч но вы о чем вообще я сама свои деньги отдала я даже уже дошла до того что чеки показываю отчитываюсь но вообще вот пить больше воды советует но я воду допью пишет вот 0 а я не встать и не подняться не могу но я пока еще и присаживаюсь и встаю и поднимаюсь но я не так давно совсем забросила делать эту зарядку гимнастику мне вот эта зарядка которые года два делала наверно от спины она мне сильно помогла я что же была не очень подвижная вот эту растяжку спину надо делать конечно в нашем возрасте вот этой удачица удачица пишут у вас появилась копия в комментариях от вашего имени гадости пишут она пишет это я пишу не копии потому что тут же ждем чудо тут же тут дальше гадость ой к сожалению не гадость а правду ой тут уже ругаться начали опять кого-то наверное опять кого-то придется наверное удалять но не могут люди спокойно вот без всяких заходила на страницу вот эта дачница удачница все прекрасно как она говорит была самая ярая поклонница увидела эту ссылку которую я вот этим агроному алтайскому производителю попросили поставила ссылку чтобы переходили туда мои зрители кто интересуется все обозвала меня всяко чё за люди что им надо-то так вот про этот все про затирку я рву эту траву каждый раз выдергиваю ногти ломаю перчатки ваши сколько таких затирок выдерживают но дело в том что затирку делаешь же очень редко вот я же видите вам показала тут прям голо чисто когда еще трава вылезет я же не тру каждый день это может может раз там в месяц или в три недели делаю про перчатки я конечно уж не замечаю сколько затирок они выдерживают потому что этим перчаткам там еще кроме затирок достается всяких вот тоже пишут погода ужасная сколько ждать тепла тут про скворцов говорят что тоже нехорошая примета одуванчики цветут на ночи холодные пишет лидия я не могу на вас такая кудесница надо же ползать но я ползаю уже много лет кто со мной ну несколько лет кто меня смотрит я и прорыхливаю вот так же на четверенечках потому что рыхлить луночки это в наклон это очень тяжело и вообще как я уже говорила что врачи вот я же по спине долго ходила к неврологу лучше встать на четвереньках работать на четвереньки самое безопасное для спины вот эта поза чем вот так наклониться особенно если ты пожилой если есть избыточный вес представьте какая нагрузка на позвоночник если вы в наклон держите вот всю верхнюю часть тела в течение какого-то длительного периода потом встанешь и разогнуться не можешь вот татьяна лукьянова пишет высокая для высоких томатов это вот про теплицу ведь есть с неограниченным ростом ну и что с прямыми стенами именно для высоких помидор я сейчас вам тоже маленький кусочек покажу как я уже пробралась в теплицу тайком от мужа и вот вы видите я вам показывала каждый день теплицу что муж собирает взял даже он несколько дней брал без содержания на работе чтобы его отпустили вот он собирал сегодня его уже вызвали на работу все он маленько отложил эту сборку я говорила что осталось там дыра и там но пока он ушел на работу мы не стали долго ждать тут вот его все инструменты видите вот эта инструкция по сборке рулетки всякие все 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 мы сдвинули быстренько в сторону вот форточки этот коньковый блок то форточек с терморегуляторами мы все сдвинули и начали скорее осваивать теплицу я катя говорю ну кто не знает катя это вот в этом году с нока приходит мне помогать потому что я всегда говорила что я все годы работала одна но так как стало немножко тяжеловато у меня ночь рука заболела я вот привлекаю катю она мне помогает и вот мы с катей игру давай скорее хотя бы половинку засадим пока его нет пока он на работе но он придет ну посадили мы ну что потому что ему это часть теплицы уже не нужно ему нужны только торцы и вот вверх и мы решили быстрее быстрее посадить сюда томаты которые ждут дождутся когда их высадят теплицу про то какие тут будут сорта про то почему она у меня стоит в тени как так получилось я все подробности расскажу позже сейчас скажу так многие же говорят что нужно сразу и обогрев делать но вы понимаете что сейчас уже начинается май у меня рассада перерастает а здесь будут расти только вот эти редкие коллекционные сорта тут будет вообще такое особое царство у нас редких томатов я не хочу чтобы у них качество рассады ухудшилось нужно высадить их вовремя то есть сейчас не дожидаясь когда они перерастут когда они испортятся истончаться вытянуться и так так что теплицу маленечку начинаем заселяться вот все это рассуждение высаживать не высаживать высаживать не высаживать спасибо что подробно объясняете так и вот смотрите я сейчас я вот комментарии ирина мы восхищаемся какая вы молодец спасибо что подробно делитесь своим опытом такого больше никто не делает и не расскажет я знаете почему у меня так получается мне совсем как вот у каждого канала у каждого блогера наверное своя какая-то и стиль подачи и своя политика канала кто-то долго готовит видеоролик и пишет сценарий и там может быть там все все чтобы без сучка без зазоринки без зазоринки а я нынче вот опять выдала сейчас вам поделюсь когда про чудо теплицу говорила сказала я гру соберет даже 80 даже бабушка пенсионерка на восьмом десятке надо было сказать а я сказала на восьмом на восьмом девятом десятке надо было сказать я сказала на восьмом девятом году представьте бабушки пенсионерки восьми девятилетние начала переслушивать конечно засмеялась мне так смешно стало но убирать ничего не стала мне некогда монтировать мне некогда вот эти подчищать мои ляпы всякие и почему у меня получается так подробно я же объясняла что я все что делаю я стараюсь снять вот сегодня пошла хоп сделала затирку думаю а вдруг кому-то будет интересно потому что я нигде об этом не читала я сама как-то у меня непроизвольно вышла один раз вот так вот мне когда дергать раз ширкнула два ширкнула потом смотрю вот так это быстро так и может быть кто-то даже не додумается до этого думаю ой покажу-ка я вот это потом пошла туда покажу-ка я вот это как я опрыскиваю потому что я сама знаю что я в первые годы я делала совсем неправильно опрыскивание по листу я сильно-сильно часто вот на одной тоже место брызгала капли укропнялись стекали и падали с листа и получалось что ничего не оставалось потом я когда уже прочитала подробно я поняла что надо мелко 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 вот этой вот как водяной прям пылью пошла опрыскивать думаю ну надо рассказать об этом новичкам особенно может и не новичкам может кто-то только после выхода на пенсию когда-то занимался огородом но так как бы небрежно я вот когда работала тоже все наспех наспех встанешь в пять утра прополешь грядочку сходишь на работу потом ребятишек вечером заберешь поесть по все ну короче на огород сильно не было времени сейчас вот я во все эти нюансы внюкаю я стараюсь всем рассказать и почему получается подробно потому что что делаю то и показываю что делаю то и показываю какие эксперименты какое усовершенствование какое нововведение я все показываю обо всем рассказываю и поэтому у меня получается много видео может быть они не все приносит пользу из пяти видео может быть вам пригодится один видеоролик а другому человеку совсем другой и почему-то некоторые зрители думают но которые ко мне не лояльно настроены они думают что я вот их штампую чтобы или там больше денег обрызти или больше подписчиков это все выходит само собой вот я в огород вышла сделала мне не сложно 5-7 минут включить камеру и просто рассказать все что я сделала я же вам говорю что я в перерывах между работой все равно устаешь надо же передохнуть сел почему бы не снять снимать это не тяжело это очень легко когда тебе не нужно какие-то учить сценарии когда все идет от сердца от души из твоей головы у тебя все уже там по полочкам разложено раз 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 рассказал все камеру отложил и за день получается и 5 иногда получается и 7 просто я не все еще успеваю выкладывать и у меня вот с позавчерашнего в очереди стоит еще видеоролик как я колышки втыкаю но почти каждое видео у меня это снято по вопросам зрителей я иногда даже фамилии не называю потому что я забываю ну как я не могу все это запомнить прочитала вот когда-то два дня назад а почему вы не показали как вы колышки втыкаете они у вас уже воткнутые но вы не сняли не показали думаю о упущение точно сняла но пока еще нет времени выложить не у меня нет времени а загружается на youtube долго же снимаю 5 минут а загружается полчаса час и короче у меня весь день грузится эти видео и все это я совмещаю с работой я точно как кошка надюшка говорят она не кормит что ли котят постоянно в огороде да нет она кормит она все успевает и там и там но и я такая же как надюшка я успеваю приду попить домой и раз новый видеоролик поставлю на загрузку ухожу два часа работаю он у меня загружается пришла снова домой что-нибудь взять или там тетрадку чтобы записать что я ну что я посадила или еще что-то смотрю о этот ролик загрузился ну пора второй загружать все это легко непринужденно все это не для того чтобы как побить кого-то количеством видеороликов просто каждый видеоролик это совсем отдельный сюжет это совсем отдельная тема я вот сегодня выкладывала я как начала работать в 6 утра опрыскивание сняла все загружается пока я делала затирку ролик загрузился про опрыскивание пошла выкинула ролик про затирку потом начали разрезать вот эту чудо теплицу сняла про чудо теплицу потом еще про что я уже не помню конечно про что она а про это вот про народные это приметы увидела что цветут вот массово одуванчики мне тоже стало интересно думаю ну-ка я сниму это кто кто скажет что точно это всегда не сбывается или нет мне это тоже интересно мне интересно с вами побеседовать услышать ваше мнение все и последнее будет видео ролик вот про этот где я написала я все-таки решила принять спонсорскую помощь этот видеоролик кто-то еще только что видит его и вот сегодня еще светлана пишет толенька не тушуйтесь это самое малое что мы можем вас поддержать спасибо за ваши ролики знаете вот выход этого ролика и вот эти комментарии и те переводы которые мне некоторые зрители прислали был для меня переломный момент я несколько лет уже четвертый год я снимала выкладывала мне там писали о хорошо спасибо вам мы вас благодарим но знаете это было как бы как бы вам сказать но не то что пустые слова но это комментарии написать может любой я вас поддерживаю все но только тогда когда мне пришли вот эти вот первые смс-ки там и 98 рублей было 100 и 200 даже и больше когда люди начали писать что вот это как же там были смс-ки вот эта сумма это та маленькая часть ну вот то мало чем я могу вас отблагодарить и там писали что извините больше не могу но и хотела бы больше не могу вы знаете я получала эти смс-ки вот честное слово меня до слез пробрала я сидела прямо плакала и вот только в этот момент я поняла я почувствовала что я действительно делаю это все не зря что это доходит до людей что это вот затрагивает у них в душе какие-то вот такие ну как струны самые глубины потому что написать может любой а вот когда уже человек отрывает от себя вот эту копеечку вот это действительно тогда понимаешь что ты не зря работаешь что все это ой ну все я я натура романтическая я кино смотрю любовную мелодраму плачу и вот для меня это был переломный момент для меня это был такой стимул что даже если больше например ну вот как вот первая волна сошла кто-то прислал кстати хочу всем сказать спасибо и вот кто-то спрашивал дошли ли мои деньги я не могу сказать там же не указано фамилии но это как подразумевается что перевода они будут конечно безымянные даже вот когда берешь распечатку в банке там фамилии не указывают только номер счета всех хочу поблагодарить и что я хотела сказать даже если ну как первая волна утра два дня теперь этот видеоролик уже никто не смотрит и там даже если больше ничего не будет для меня уже этого достаточно я уже поняла что это все не зря это все доходит до людей действительно это нужно и вот я говорю что это был переломный момент теперь пусть хоть как меня там обзывают хоть что про меня пишут я буду все равно работать буду все это рассказывать также все подробно от души для тех людей которые действительно я почувствовала любовь своих зрителей вот реально ощутила примут кожи вот всеми клеточками я для меня этот день был такой вот как еще раз скажу что переломный момент до этого я как-то серьезно все это не воспринимала но снимаю видео и снимаю рассказываю 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 может быть мне это больше нужно чем зрителям что я люблю поговорить и вот рассказываю рассказываю на работу теперь не хожу сижу одна не с кем поговорить разговариваю со зрителями но теперь уже я буду относиться совсем по-другому теперь я понимаю что каждое видео ой все запершила в горле не могу каждый видеоролик он кому-то нужен кому-то помогает кто-то действительно благодарен мне по-настоящему желаю всем хорошей погоды хорошего сезона нынче сезон очень хороший я знаете что думала почему такая погода хорошая вот как я загадывала я же нынче вот прямо чуть ли не молилась вот когда этот обогрев то купила и раньше высадила на месяц и думаю хоть бы этот и потом думаю почему все так хорошо а потом вспомнила в этом году же год крысы а я крыса и у меня всегда год крысы самый удачный но это так и должно быть вот с 12 лет цикл когда идет всех этих зверей у меня год крысы этому я его жду заранее я знаю что он у меня будет прекрасный и в этом году знаете что подумала весной вот когда год наступил крысы я так посчитала следующий год крысы будет только через 12 лет и возможно что следующий год крысы я уже не смогу заниматься огородом но по крайней мере так активно как сейчас вы видите что я как это очень очень и там и там и там везде успеваю я подумала ну про себя так мысленно как в космос отправила посыл если это последний год крысы который у меня будет в огороде активный пусть он будет самый лучший чтобы я его запомнила пусть это будет счастливый год с отличной погодой все все ну и все отправила получить ответ и отличная погода и все 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 наверно в этом году правильно правда у меня будет счастливый огородный год без заморозков без без ущерба без потерь вот с такими вот с хорошим настроением все год крысы кстати поздравляю всех крыс с годом крысы я потом хотела рассказать какие крыс крысу мы считаем плохой ну и какая хорошая на самом деле крыса если бы не стояли по разные стороны баррикад с ней она хозяйственная она очень умная она очень как расчетливая не корыстная но расчетливая там именно вот указано про крысу что корысти расчет это две разные вещи расчетливый человек он умный он все планирует он никогда не останется но крыса никогда не останется голодная она очень хорошая мамочка она все припасает все и вообще всех поздравляю крыс быть крысой это здорово до свидания желаю всем удачи ваша ольга чернова до свидания